Всем привет! Сегодня я буду готовить запеченную курицу в духовке. Очень вкусная получается курица с тонкой корочкой. Итак, что мне понадобится для приготовления такой классной курицы? Курица, лимон, сушеный чеснок, черный перец, мед, специи, которые вы любите, соль и оливковое масло. Начнем с курицы. Итак, курица у меня чистая, я ее помыла, обрезала ненужные части лишние. И сейчас мне нужно будет ее разрезать напополам, вернее одну часть напополам разрезать. По грудке разрезаем курицу и нам нужно ее будет вывернуть. Таким образом, чтобы она у нас расплющилась. Как следует солим. Переворачиваем и так же, как следует, просаливаем все части снаружи. Теперь я присыплю сухим чесноком. Если у вас сухого чеснока нет, вы можете использовать свежий, через чеснокодавку выдавив и натерев курицу. Так же с двух сторон. И затем посыпаем черным перцем. Так же вы можете взять любимые пряности и щедро посыпать и втереть в курицу. Теперь мне нужно сделать соус для курицы. Понадобится половина лимона, а точнее сок его. Выжимаю в чашечку сок от одной половины лимона. Добавлю ложку столового оливкового масла. Ложку меда. И как следует это все перемешаем. Чтобы получилась однородная масса. Ну вот, пожалуй, и все. Получилось размешать. И поливаем с одной стороны. Не смывая соль и специи. Стараемся не очень много. Аккуратненько. Смачиваем. Чтоб вся поверхность была влажной. Не сухой. Далее мы берем противень. Теперь смазанной стороной опускаем курицу вниз на противень. И ту же самую процедуру проделываем поверх курицы. Смачиваем ее нашим соусом. Все. Курица готова для выпекания. Духовка у меня уже разогрета на 190-200 градусов. И отправляем в духовку. Итак, 20 минут прошло. Теперь курицу нужно перевернуть на другую сторону. Вокруг курицы я положила картошку. Для того, чтобы сок, который будет выделять курица в момент жарки. И соус, которым мы ее полили, не подгорал. Для этого у меня лежит картошка. Которую, конечно, можно будет съесть. Все. Отправляем в духовку. Прошло 15 минут. И сейчас мне нужно проделать процедуру обратно. Перевернуть ее назад. Ну, кто-то скажет, зачем мучиться. Можно просто взять сок и поливать курицу в течение готовки. Дело в том, что тот сок, который находится внизу, курица лучше в нем насыщается. Более нежная становится. А если не переворачивать, просто поливать, все равно жидкость, она вся сойдет вниз. Поэтому в моем рецепте я делаю именно так. Так она получается намного вкуснее. Курицу я перевернула. И убираем обратно в духовку. Ждем, пока она подзолотится. Покроется золотой корочкой. Итак, курица готова. Она у меня подзолотилась, как в нашей семье любят. И я ее перекладываю в тарелку. Ну, вот и все. Нежная курочка готова. Будет хорошим украшением праздничного стола. Пробуйте приготовить. Рецепт очень простой. До новых встреч. Всем приятного аппетита. Пока. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части.